Ребята, всем привет! Сегодня я вас хочу познакомить с Беллой. Белла это не сказочный персонаж, это не человек. Многие мои знакомые, родственники, естественно догадались, что это автомобиль. Это автомобиль фирмы Daihatsu. Это и есть Daihatsu Cuore. 1991 год. L201 кузов. Двигатель на нем устанавливается трехцилиндровый, карбюраторный, с насосом низкого давления в топливном баке. Короче, евро-3. Тут уже адсорбер есть, вот такого плана, но карбюраторный. 0,8, коробка, механика, пятиступка. Так, ну теперь все. Надеюсь, я это уточнил. Кто еще не знает, что такое Daihatsu, это не китаец. Нет, это японская фирма. Это бренд Toyota. Все мы знаем, что у Toyota есть, скажем так, три подразделения. Toyota это основное, скажем так, усредненный класс. Daihatsu это удешевленный вариант автомобилей семейства Toyota. И Lexus удороженный. Это автомобиль моей жены. Имя в данном случае, это будет правильно звучать, имя такое дала именно моя жена. То есть, мы купили ей его около двух лет назад. Сейчас я, наверное, чуть попозже выставлю вам фотки с сайта автомобильного, где мы его нашли. Купили, пригнали. В общем-то, у нас такое интересное путешествие еще было. Вот. И в данном случае она находится у нас на ремонте. И уже очень на, скажем так, продолжительном сроке она здесь стоит. Точнее, не только в этом гараже. В общем, машинка вроде была куплена, но сразу при осмотре внешнем, вроде так, она смотрелась вполне ничего. Во, вполне так. Даже очень ничего. Вот. Ну, единственное, что чуть-чуть с порогами было не то. То есть, видел я, что немножко с порогами не то. Но, в общем-то, машинка так была более-менее свежая. Ну, все мы знаем. Машинка свежая, пока не копнешь, пока не ковырнешь. Вот. В общем-то, так и получилось. То есть, проездили мы на ней почти год. К сожалению, мою машину разбили. Ну, попали мы с женой в аварию. В хорошую аварию. К счастью, все обошлось. Ни царапины на нас не было. Машина полгода у меня простояла в ремонте. То есть, без машины был. То есть, вот это именно самая Белла меня и выручала. То есть, прошлую зиму я всю зиму отъездил на ней. Точнее, с, скажем так, а, не только зиму, да. Даже с лета, вот когда я, получается, остался без своей машины. И до середины января. Вот так вот. То есть, на ней прокатался. Потом решили немножко уделить ей внимание. Как бы там подварить. А, пошли у меня пузырьки, да. На арках. На арках, где еще там что-то было. В общем, пороги чуть-чуть смотрю. Там трещинки пошли. Решили полезть, расковырять. И вот дальше я вам покажу, что из этого получилось. Как всегда, немножко ковырнем. И пошло-поехало, пошло-поехало. И здравствуй, сварщик. Здравствуй, вот эти вот работы ремонтные долги. Получилось так, что она простояла несколько месяцев у сварщика. Затем, как бы, ну, естественно, каждую машину после сварки надо обработать. Как-то подготовить. И тут она еще несколько месяцев зависла. Ну, это в нашем гараже. Вот у брата тут гараж, конечно, на две машины. Тоже он еще не совсем достроенный, конечно. Не совсем законченный. Но суть в том, что это гараж, скажем так, ходовой цех, где брат работает. И тут у нас вот, кстати, пресс. Батя, конечно, царство небесное, к сожалению, успел сделать этот пресс. Нам вот очень классно. Из 20-тонного домкрата он имеет свойство. Он может откручиваться и разворачиваться вокруг своей. И как бы, ну, функций там у него куча. Также вот у нас здесь печка-топка. Вот. Ну и... Как бы ни было печально. Естественно, у нас в каждом гараже фотография отца. Ладно. Вопрос не о том. Вопрос о том, что все-таки, скажем так, я не настолько великий блогер. Но, тем не менее, нынче модно заводить, скажем так, проекты. Пусть это будет мини-проект мой. То есть, восстановление данного автомобиля. Сейчас он находится вот в таком вот состоянии. Видите, он у нас на боку лежит. Без дверей, без окон, скажем так. Ну, заднее окно, конечно, стоит. Заднее лобовое. А так все разобрано. То есть, мы его уже поварили. Мы его уже замастичили. Вот в таком состоянии он сейчас находится. То есть, видим, у нас днище полностью замастичено. Как бы не жалели материалы. Делали все по возможности качественно. Ну, с другой стороны, и в меру бюджетно. Также, что тут вот за гравитекстиле. Видите, у нас пороги какие. Пороги с профильной трубы. Ну, это дальше вы все увидите. За гравитекстиле вот по вот этот уровень. И задули краской. Краска, естественно, отличается от оригинальной. Естественно, машина была загнана в гараж. Не помытая. Плюс еще она уже почти спустя год. Естественно, тут уже пыль и т.д. То есть, многочисленный такой сложный ремонт был. Очень много латок. Очень много сварочных работ. Конечно, все это заварено. Тут заглушки поставили. Все это залили. В данном случае я установил бак на место. Пришлось переделать одну из трубок. Сварщик, к сожалению, не заметил эту трубку. И тут бак у нас. Болты, естественно, были обломаны. Он срезал болт. То есть, не выкручивались. Слизанные были тут внутри гаечки. И он не выкручивался. Он срезал болгаркой и, скажем так, перепилял тормозную трубку. Вот на левое заднее колесо. На вот этот контур. Трубки у нас идут здесь. Диаметр пятерка. Это в оболочке. Она 6. Даже 6 копейками. А диаметр самой трубки. Вот там вот. Видим ее. Меньше пятерки. 4,7 мм. 4,7-4,8 где-то. То есть, никаких переходников. Никаких, как бы, ремонтных вариантов я не увидел. Плюс у нас шаг резьбы и диаметр. Отличается от отечественных. Даже гайки. То есть, тут переделать это целое дело. Скажем так. Как я обдурил судьбу. То есть, так как у нас остался там кусочек 25-30 см. Обрезанный до соединения. Вот видим, как она идет с под капота. А идет она аж вот от распределителя. От этого. Тут под капотом. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Вот так вот так вот так вот так. Потом она вот тут поворачивается. Идет вдоль порога. Потом опять заворачивает. Идет в нишу бака. И с ниши бака вот сюда. Ну это пошел на правый сектор. А у нас вот на левую здесь вот выходил. Вот крепление это заводское. В итоге, что я сделал. Думал с переходниками заморочиться. Переходники только газовые есть на 6, на 8. То есть, в моем случае сюда они не подходят. Ну, пришлось, скажем так, обдурить судьбу. Пустить эту трубку напрямую. Видите, не туда, а обводить ее. Вот напрямую. Ну да, сделал я еще несколько кронштейнов крепления. Держится она все вполне крепко. Хорошо. Вот раз, два. Вот вокруг бака ввел. На баке три. Ну и вот оригинальный четыре. Все. Развальцовщиком развальцовал. И оригинальное место сюда всунул. Единственное, тут чуть перегиб резкий получился. Но будем надеяться, что не потечет. Сейчас поставим на колеса. Зальем жидкость. Прокачаем. Все проверим. Все, бак я тут подсоединил. Тут у нас единственное, на заливную горловину вот патрубок выходит. Вот это перевернем машину и будем все на место ставить. Вот такой вот металлический заливной раструб. Там вот немножко внизу появилась ржавчинка. Вот я обработал кислотой, прирезательном ржавчины. Вот и будем все приводить в порядок. Машина полностью замовелена, замастичена. Полностью все обработано. Тут тоже у нас и грунтовано. Ну, в общем-то, отчет я вам предоставлю. Тут вот торпеду я вот так вот постарался закрыть, чтобы не попадала пыль. Тут у нас, видите, тоже все, 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 вроде как старались более-менее по-человечески. Понятно, может, профессионалы найдут минусы, нюансы в этом деле. Но, тем не менее, она уже стоит тут много месяцев. Естественно, и пыль, и т.д. и т.п. Так, ну, там все. В принципе, что? Ну, вот такое, скажем, пусть будет на моем канале проектик восстановления автомобиля жены. То есть, как бы она уже, меня, скажем так, немножко покусывает за него. Потому как я ей говорю, бери мою, езди. Ну, знаете как, свое есть свое. Поэтому человек хочет уже ездить на своем. Тем более, у меня, многие знают, детки родились. У меня близнецы, два мальчика, восемь с половиной месяцев. Вот. Сейчас, кстати, приобретаем кресла детские. И жена будет катать. То есть, жена уже давно ездит, права есть, ездит нормально. Все, как бы. Единственное, что уже она в беременная не ездила, переживала, чтобы не нервничать. Теперь уже сколько прошло времени. То есть, она уже полтора года точно как за руль не садилась. Ну, так в редких случаях, когда я там в гостях. Это она садилась и меня домой довозила. Ну, в общем-то, все, ребята. Проект открыт. Значит, в следующем выпуске я вам показываю видео ее разборки. Какое, оказывается, с нее, какое решето с нее получилось. Как бы мы не думали, что оно такое может быть. Ну, а сейчас я вам поставлю, скажем так, приложу фотки. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, напишите мне в комментариях, интересно ли вам это или нет. Ну, в общем-то, по-любому я это начало открыл. Ну, я думаю, выпуска в три, наверное, в четыре, может быть, я это всё вложу. Всё, всем удачи, всем пока.